Воскресенье 12 июня вся страна отмечала День России. Один из главных государственных праздников. Россия имеет глубочайшие исторические корни, а русский народ издревле является источником и носителем великой русской культуры. В этот день мы особенно ощущаем наше единство и силу. Традиционно в этот день по всей стране проходят массовые мероприятия. Концерты, выставки, мастер-классы, фестивали. Улицы украшают флагами и другой патриотической символикой. Так было в России с далеких времен. Чем выше давление, тем крепче бетон. И если опасность державе грозит, Становится Родина как монолит. В горниле победы сегодня как сталь, Опять закаляется Родина сталь. Россия, Россия, в этом слове огонь и сила. В этом слове победы пламя, поднимаем Россию знамя. Пусть время нас бурным потоком несет. За нами Россия, за нами народ. Традиции святы и тысячи лет, Продолжится летопись наших побед. А если врагов налетит вороньё, И снова Отечество встретит моё. Россия, Россия, в этом слове огонь и сила. В этом слове победы пламя, поднимаем Россию знамя. Вперёд, Россия, в этом слове огонь и сила. В этом слове победы пламя, поднимаем Россию знамя. Вперёд, Россия, в этом слове источник силы повторяем. Вперёд, Россия, в этом слове источник силы повторяем. Вперёд, Россия, в этом слове огонь и сила. Вперёд, Россия, в этом слове огонь и сила. В этом слове победы пламя, поднимаем Россию знамя. Поколение 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 П В России с далёких времён Чем выше давление, тем крепче бетон И если опасность державе грозит Становится Родина, как монолит В горниле победы сегодня, как всталь Опять закаляется Родина и сталь Россия, Россия, в этом слове огонь и сила В этом слове победы пламя Поднимаем России знамя Россия, Россия, в этом слове огонь и сила В этом слове победы пламя Поднимаем России знамя В преддверии Дня России Правительство Московской области организовало Масштабный марафон северной скандинавской ходьбы Для жителей пенсионного возраста Он проходил одновременно в 46 парках Подмосковья Марафон послужил отличным стартом Летнего Кубка парков «Моё лето. Мой парк» В рамках проекта на протяжении всего лета В подмосковных парках будут проходить Товарищеские турниры по мини-футболу Стритболу и настольному теннису Парк двухсотлетия Егоревска также принял у себя спортивную эстафету Внимание на экран Множество активных, позитивных и взрослых людей С палками для скандинавской ходьбы Собрались здесь не просто так А все потому, что в Егоревске проходит Местиваль скандинавской ходьбы Правильнее будет сказать Марафон северной ходьбы Московской области Это масштабное мероприятие провели в парке Двухсотлетия Егоревска А также еще в 46 подмосковных парках Марафон дал старт состязанию за кубок парков «Моё лето. Мой парк» Организаторами которого выступают Министерство культуры и туризма И Министерство физической культуры и спорта Подмосковья В нашем парке 200 лет Егоревску Правительству Московской области при поддержке Всероссийской политической партии «Единая Россия» Проходит марафон северной скандинавской ходьбы И очень отрадно сегодня видеть в нашем парке Наших жителей серебряного возраста Жителей с активной жизненной позицией Жителей, которые популяризируют здоровый образ жизни Жители, которые принимают активное участие В программе губернатора Московской области Активное долголетие Здесь в парке на этом марафоне Я от всей души желаю Тем, кто в парке И кого, наверное, по каким-то причинам С нами здесь нет Доброго здоровья, бодрости духа Всем участникам марафона Северной скандинавской ходьбы Легкого старта и заслуженной победы С праздником! Спортивное мероприятие было больше похоже На массовый праздник Все участники и зрители В приподнятом настроении Готовились к предстоящему состязанию Принять участие в соревнованиях Могли женщины старше 55 лет И мужчины старше 60 лет И чуть-чуть поприседаем Чуть-чуть Немножко Вниз Вверх Стараемся держать спинку ровно Животик тянут Вверх Изначально заявлялась соревновательная дистанция Три километра Но в связи с солнечной и жаркой погодой Было решено сократить километраж вдвое Ведь забота о здоровье старших спортсменов Важнее пары тысяч шагов Я считаю, что скандинавская ходьба Очень-очень нужна Особенно людям более старшего поколения А часто ли вы еще самостоятельно, может быть, выходите? Есть ли такое желание? Самостоятельная ходьба у нас практически каждый день Все, что нам приносит наш тренер В течение недели мы, так сказать, прорабатываем Мы ходим в лес каждый день Для участия в соревнованиях Необходима только одежда и обувь спортивного образца Ведь палками для скандинавской ходьбы Всех желающих снабжали прямо на месте регистрации Как и номерными майками Нумерация спортсменов позволяла определить К какой группе они относятся Ведь состязались участники в четырех категориях Их разделили по возрастному критерию Для одних спортсменов Марафон стал шансом попробовать новое для себя направление А для других настоящей гонкой за призовое место Мотивация прийти в первые десятки была серьезная Самых быстрых в своей категории ждали призы Спортивные костюмы от губернатора Московской области Спорт он именно народный и всевозрастной А то, что вот эта массовость Тут нет категории мужчин и женщин Тут нет категории возрастных, весовых То есть это самый такой общедоступный вид И в то же самое время общий развивающий Не надо прилагать каких-то массовых физических усилий Нагрузок минимально все Но развивается весь организм Понимаете, это тем более на свежем воздухе все Это, как вот мы любим говорить Заботьтесь о здоровье Это и есть вот наше здоровье Для людей пожилого возраста Подобные мероприятия очень полезны и ценны Помимо необходимой физической нагрузки Спортсмены дышат свежим воздухом И наслаждаются летними днями А также находят друзей и единомышленников С которыми приятно и потренироваться, и пообщаться Каждый год 22 июня в День памяти и скорби Проходит общенациональная акция «Свеча памяти» По всей России зажигаются свечи в память о всех, кто отдал жизнь во имя Великой Победы К акции можно присоединиться онлайн и зажечь свою виртуальную свечу памяти на сайте деньпамяти.рф Организаторы акции хотят не только почтить каждого участника Великой Отечественной войны, но и помочь ветеранам Любой желающий с 15 по 22 июня может присоединиться к онлайн-акции Также на сайте размещены несколько десятков видеоисторий с воспоминаниями о войне И интерактивная карта, на которой можно посмотреть, сколько свечей зажгли в каждом регионе Социально значимым итогом акции станет оказание адресной медицинской помощи ветеранам Великой Отечественной войны На эту цель благотворительный фонд «Память поколений» выделит денежные средства, равные количеству зажженных свечей В Подмосковье создан новый тип социальных учреждений – добрые дома Психоневрологические интернаты в регионе перепрофилированы в новый тип учреждений При котором усовершенствуется подход к социализации и реабилитации Так, например, в регионе запущен новый проект – сопровождаемое проживание Которое уже реализуется в городском округе Егоревск Сегодня это не просто учреждение, где пациенты содержатся годами Это новый подход и основная задача – подготовить людей с ментальными нарушениями К самостоятельному проживанию, а также трудоустроить их В эту субботу в 20.40 на телеканале ТВ «Мост» спортивная программа «Пульс» Мы подготовили для вас специальный выпуск, посвященный соревнованиям по спортивным бальным танцам Егоревский бал 2022, который проходил во дворце спорта «Егоревск» Не пропустите, будет интересно Но у меня на этом все С вами была программа «Кругозор» Увидимся ровно через неделю в 21.00 на телеканале ТВ «Мост» Пока! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон